Украина наращивает внутреннее и совместное с партнерами производство вооружений, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Россия совершает ошибку, если думает, что сможет переждать военную помощь Украине. Украина станет только сильнее, а российская агрессия потерпит неудачу. Мы не просто везем оружие в Украину. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, из сообщения в соцсети X. Киев будет производить артиллерийские системы и снаряды калибра 155 мм, а также создаст первый в мире флот военно-морских дронов, заявил президент Украины. Мир видит, на что способны украинские ракеты, технологии и беспилотники. Мы создаем первый в мире флот военно-морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Правительство Украины планирует выделить в 2024 году в 7 раз больше средств на производство дронов и ракет большой дальности. Со временем страна станет новым центром изготовления качественной военной продукции в Европе, уверен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мы запускаем новые производства. Мы расширяем те, которые давали результаты в полномасштабное вторжение. Мы инвестируем в новые технологии и новые разработки. Мы готовы помочь всем, кто производит качественное вооружение для нашей армии. За год в Украине увеличили производство беспилотников в десятки раз, а некоторых образцов даже в сто раз. Сформированы и укомплектованы первые в мире ударные подразделения БПЛА. Это 11 род в составе ВСУ. В государстве производят разные типы дронов. Самое первое это была Фурия, тоже разветвленный дрон, который активно использовался еще на первых этапах войны. Я имею в виду еще в состоянии, когда это была антитеррористическая операция. Есть дроны, которые изготавливались КБЛУЧ, тоже пример разветвленного дрона. Ну и последние примеры, которые мы можем увидеть, это, например, троны безэкипажные и подводные торпеды. Например, «Маричка». Вот был приведен пример недавно, можно привести. Это такая подводная торпеда, она стоит порядка 16 миллионов долларов, один экземпляр. Тоже достаточно сложное устройство. Киев планирует в течение года выпустить и закупить приблизительно 200 тысяч единиц боевых беспилотных летательных аппаратов, заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь. По мнению аналитиков, в ближайшие годы в Украине можно наладить производство целого ряда вооружений. Чтобы произвести новый танк Т-72, предприятие должно иметь более 25 тысяч наименований оборудования и инструментов. И штампов. Если их нет, то фактически танк не производится. Аналогично и с новым. Нужно это все создавать. Но перспектива есть. Если говорим о ББМ, возрождение производства БТР-4 с учетом опыта войны и улучшения благодаря новым технологиям. Запуск нового производства БМП возможно при поддержке международных партнеров. И так далее и тому подобное. То есть есть ряд позиций. Ракетное вооружение, конечно же. Особенно оперативно-тактического уровня. И крылатые ракеты противокорабельные. Ну и, конечно же, как мы понимаем, помимо противокорабельных, еще и сухопутный аналог типа «Земля-Земля». Развитие собственного серийного производства оружия должно стать ответом Украины на постоянное увеличение военного бюджета страны-агрессора. В 2024 году Москва планирует увеличить оборонные расходы на 70%. За 18 месяцев с февраля 2022 по август 2023 Кремль потратил на войну против Украины более 167 миллиардов бюджетных долларов. И это без учета расходов, не связанных с военными действиями.